Беседа тринадцатая И насадил Господь Бог Рай в Едеме на Востоке, и поместил там человека, которого создал. 2.8 Видя, как ненасытимо у вас желание, велико усердие и напряжен ум, как все вы охотно, внимательно слушаете духовное поучение. Я, хотя и сознаю свою великую бедность, стараюсь, однако, постоянно и всякий день предлагать вам эту убогую и скудную трапезу в уверенности. 3.8 Что воспламеняемые усердием вы с охотой примете слова наши, как это бывает и с чувственными снедьями, что всякий знает. Когда гости имеют хороший аппетит, то хотя и убога трапезы и небогат хозяин, они с большим удовольствием кушают предлагаемое, а если гости имеют слабый аппетит, то хотя трапеза будет и роскошной, и обильно разными яствами, пользы нет никакой вследствие того, что гости не могут употребить приготовленное. А здесь, так как вы по благодати Божьей воспламенены усердием к духовной трапезе, мы говорим с большой ревностью, зная, что предлагаем это божественное учение внимательным слушателям. И земледелец, когда найдет стучную и плодовитую нью, прилагает к ней все свое старание, проводит борозды, пашет сахой, вырывает тернии, щедро бросает семена и, питаясь уже добрыми надеждами, всякий день ожидает, как возрастет посеянное, следя за производительностью земли. Он готовится пожать гораздо более, чем сколько посеял. Подобным образом и мы, видя, как скажем, днем умножается ваше усердие, возрастает желание, ревность усиливается. Возлагаем на вас добрые надежды. И сами с большим усердием и ревностью стараемся делать все, что можем. К назиданию вашей любви во славу Божию, в похвалу Святой Церкви. Итак, если угодно, повторим нечто из прежней беседы, а затем по порядку рассмотрим нынешнее чтение. О чем же рассуждали в последний раз? Как далеко простерли слово и на чем остановились? Об этом надо бы сказать. И создал, говорит Моисей, Бог человека из праха земного, и вдул его в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой и живою. Что я тогда сказал, то я теперь повторю и всегда буду говорить. Именно то, что любовь общего всех владыки к роду нашему велика и несказанна, подлинна. А ради нашего спасения он сделал великое снисхождение. Великой честью удостоил это животное, то есть человека. И словами, и делами доказал, что об нем печется более, чем о всем видимом. Ничто не препятствует нам и сегодня рассмотреть перед вашей любовью тот же предмет. Как благовонные вещества, чем более растираются нашими пальцами, тем больше издают благовония. Так бывает и с Писанием. Чем больше кто старается вникать в него, тем больше может усматривать заключающиеся в нем сокровища. И приобретать из него великое и несказанное богатство. И создал, сказано Бог, человека из праха земного от земли. Усматривая различия из самого уже начала речи. Блаженный Моисей, когда хотел показать нам, каким образом созданы все породы твари, сказал. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, да будет твердь, и да соберется вода, и да будет светило, да произрастет земля траву, и да произведут воды гадос души живые, и да изведет земля душу живую. Видишь, как все было создано словом. Посмотрим же теперь, что говорит он о создании человека. И создал Бог человека. Смотри, как этой приспособительностью в словах, которые употребил ради нашей немощи, показывает способ создания человека. И особенность, то есть, что он, говоря по-человечески, как бы образован руками Божиими, о чем и другой пророк говорит. Руки твои сотворили меня и создали меня. Иов 18. Ведь если бы Бог просто повелел человеку явиться из земли, уже ли бы, скажи мне, не исполнилось это повеление? Но чтобы в самом образе сотворения преподать нам всегдашний урок, не мечтать о себе свыше сил. Для этого Моисей повествует обо всем с такой тщательностью и говорит, создал Бог человека из праха земного. В этом самом усматривай и честь, оказанную человеку. Бог берет не просто землю, но персть, тончайшую, так сказать, часть земли, эту самую персть от земли, своим повелением превращает в тело. Как самую сущность земли произвел Он из небытия, так и теперь, когда восхотел персть от земли превратить в тело. Здесь прилично воскликнуть словами блаженного Давида. Кто выразит могущество, возвести все хвалы его? Псалом 105.2. Потому что Он из праха произвел такое животное, возил его в такую честь. И столько благодеяний в самом начале уже оказывает ему, во всем являя свое человеколюбие. И вдумал, говорит, лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Здесь некоторые неразумные, увлекаясь собственными соображениями, ни о чем не мысля Бога прилично, не обращая внимания и на приспособительность выражений Писания, дерзает, говорит, что душа произошла из существа Божия. О, неистовство! О, безумие! Сколько путей по гибели открыл дьявол тем, кто хотят служить ему? И чтобы понять это, посмотри, какими противоположными путями идут эти люди. А одни из них, ухватившись за выражение в дуну, говорят, что души происходят из существа Божия. Другие, напротив, утверждают, что они превращаются даже в сущность самых низких бессловесных. Что может быть хуже такого безумия? Так как ум их омрачился, и они не познали истинного смысла Писания, то и несутся, как потерявшие духовное око, в противоположные друг другу пропасти. Одни возносят душу выше того, чего она заслуживает, а другие не заводят ниже надлежащего. И если из-за того, что Писание, говорит, вздумал в лицо его, захотят приписывать Богу и уста, в таком случае надо будет дать ему и руки, потому что сказано, сотворим человека. Но чтобы нам, желая выставить на вид пустословие их, самим не быть вынужденными говорить неприличное, оставим их безумное и крайне безрассудное учение. И последуем в указании Божественного Писания, которое само себя поясняет, если только мы не будем придавать значение грубости выражений. Но будем иметь в виду то, что причиной такой грубости слов наша немощь. А я иначе, то есть, без такого приспособления слов к человеческому слуху невозможно было бы и принять их. Итак, размышляя и о немощи нашей, и о том, что слова Писания относятся к Богу, будем принимать эти последние слова так, как приличнее говорить о Боге, не приписывая Божеству телесного вида и совокупности членов, но мысли о всем Бога приличны. Божество просто, несложно, не имеет вида внешности. Поэтому, если мы вознамеримся, судя по себе самим, приписать Богу и совокупность членов, то незаметно впадем в еленское нечестие. Итак, когда слышишь, что Писание говорит «сотворил Бог человека», понимая эти слова в том смысле, как и выражение «да будет». Также, когда слышишь, что Бог выдумывал в лицо его дыхания жизни, разумею, что Он, как произвел бестелесные силы, так благоволил, чтобы и тело человека, созданное из персти, имело разумную душу, которая могла бы пользоваться телесными членами. Это тело, будучи создано по повелению Господа, лежало как орудие, которое нуждается в двигателе, или лучше сказать, как лира, нуждающаяся в том, чтобы при помощи своего искусства и ума, умел бы при помощи своих членов, как струн, возносить Господу приличные песни. Вдумывал, говорит лицо его дыхания жизни, и стал человек душой и живою. Что значит «вдумывал» дыхание жизни? То, что Он восхотел и повелел, чтобы это созданное тело имело жизненную силу, которая у этого животного стала душой и живой, то есть действующую и могущую выказывать свое искусство посредством движения членов. «Усматривай» и в этом различие между созданием этого чудного разумного животного и созданием бессловесных. Об них Бог говорит, да изъедут воды, гадов, души живые, и тотчас произошли извод одушевленные животные. И относительно земли опять таким же образом произведет земля душу живую. С человеком было не так, но прежде созидается тело из перстя, а потом дается ему жизненная сила, которая составляет существо души. Поэтому относительно бессловесных сказал Моисей, что кровь его, душа есть, а в человеке есть бестелесная и бессмертная сущность, имеющая великое преимущество перед телом, и именно такое, какое прилично иметь бестелесным перед телом. Но, может быть, скажет кто, для чего же, если душа выше тела, низшее созидается прежде, а потом уже высшее и важнейшее? Не видишь ли, возлюбленный, что и с прочим созданием было то же самое? Небо и земля, солнце и луна и все прочее, а также неразумные животные, были уже сотворены. И после всех их человек, которому надлежало владычествовать над всеми этими тварями, подобным образом у присотворения самого человека прежде является тело, а потом уже, что драгоценнее его душа, как бессловесные предназначенные и на пользу, и на службу ему создаются прежде человека, чтобы тот, кому надлежало пользоваться ими, имел уже готовую услугу. Так и тело создается прежде души, чтобы, когда по неизреченной мудрости Божией создано будет душа, можно ей бы показать свою деятельность движением тела. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал, показав уже свое человеколюбие и дав бытие тому, для которого создало все видимое. Господь всего тотчас начинает изливать на него свои благодеяния и насадил Бог, говорит, рай в Едеме на востоке. Смотри, здесь возлюбленные. Что если не станем понимать слова Писания Бога прилично, то неизбежно не зримся в глубокую пропасть. Что сказали бы о настоящем изречении те, которые все, что не говорится о Боге, дерзает понимать по-человечески. Насадил, говорит, Бог рай. Что же скажи мне, не понадобились ли Ему и заступ, и земледелие, и другие работы, чтобы украсить рай? Да не будет. И здесь опять слово насадил, должно понимать так, что Бог повелел быть на земле раю, чтобы в нем жить созданному человеку. А что точно для него Бог насоздал рай, об этом послушай, как говорит само Писание. И насадил Бог рай в Едеме на востоке, поместил там человека, которого создал. Для этого блаженный Моисей записал и имя этого места, чтобы любящие пустословик не могли обольщать простых слушателей. И говорить, что рай был не на земле, а на небе. И бредить подобными мифологиями. Если уже при такой тщательности в словах Божественного Писания, некоторые из надмевающихся своим красноречием и внешней мудростью, не отказались говорить, вопреки Писания, что рай не на земле, и идти другой дорогою, и сказанное о земле относить к небу, то до чего бы они не дошли, если блаженный Моисей, руководимый Святым Духом, не употребил такого снисхождения в словах. Хотя Святое Писание, когда хочет научить нас чему-либо такому, само себя изъясняет и не дает слушателю заблуждаться. Но так как многие слушают, предлагаемые не для того, чтобы получить пользу от Божественного Писания, но ради удовольствия, то поэтому они устремляются не к тем, которые могут доставить пользу, а к тем, которые могут нравиться. Поэтому молю, заградим слух свой от всех таких лжеучителей и последуем правилам Святого Писания. И как услышишь, возлюбленный, что насадил Бога Рая видами на Востоке? Это слово насадил, понимая Бога и Бога прилично, то есть что Он повелел, а касательно последующих слов веры, что рай точно был сотворен и на том самом месте, где назначило Писание. Не верить содержащемуся в Божественном Писании, но вводить другое из своего ума, это, думаю, подвергает великой опасности отваживающихся на такое дело. И поставил там человека, которого создал. 106. Смотри, какую честь тотчас же оказывает Бог человеку. Создав вне рая, тотчас его вводит, чтобы самым делом дать ему почувствовать свое благодеяние, чтобы на деле видно было, какую ему оказывает он честь. Ввел его в рай и поставил там человека, которого создал. И слово поставил, опять будем разуметь так, как бы сказано было, повелел человеку жить там, чтобы взгляд на рай и пребывание в нем доставляли ему великое удовольствие и возбуждали его к чувству благодарности при мысли, сколько он облагодетельствован, хотя сам еще не сделал ничего. Пусть не изумляет тебя это слово. Поставил. Поместил. Потому что Писание всегда имеет обычаи. Ради нас и нашей пользы употреблять человеческие выражения. Чтобы тебе увериться в этом, смотри, как и прежде, касательно сотворения звезд. Оно употребило то же самое выражение. И положил их на тверди небесные. 1.17. Не для того, чтобы мы думали, будто они водружены на небе, ведь каждая из них совершает свое течение, переходя с места на место. Но чтобы показать, что Бог повелел им быть на небе, как и человеку жить в раю. 2.17. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. 3.18. Вот еще и другое благодеяние, которым Бог почтил созданного, восхотев, чтобы человек жил в раю, Бог повелел произрасти с земли разным деревьям, которые могли бы и увеселять его своим видом, и быть годными в пищу. Всякое дерево, говорит, прекрасное видом, то есть на вид, и годное для пищи, хорошее, то есть могучее увеселить взор и услаждать вкус, и своим множеством и обилием доставлять великое удовольствие тому, кто будет ими пользоваться. Слава Бог, произрастил всякое дерево, какое только можешь представить. Видишь, какое беспечальное место пребывания, видишь, какая чудная жизнь. Человек жил на земле, как ангел какой, был в теле, но не имел телесных нужд. Как царь, украшенный багреницей диадемы, обреченный в порфиру, свободно наслаждался он райским жилищем, имея во всем изобилие. И дерево, говорит, познание добра и зла, дерево жизни посреди рая, показав нам, что земля по повелению Господа произвела всякое дерево, прекрасное видом, приятное и хорошее для пищи, Писание и говорит о том, человеколюбивый Господь, как Творец, предвидя какой вред может в течение времени произойти от большой свободы, произрастил и древо жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла, от которого древо немного спустя и повелит человеку воздерживаться, дабы знал человек, что он всем наслаждается по благодати и человеколюбию Божию, и что есть Господь и Творец, как его естества, так и всего видимого. Поэтому-то Моисей упомянул здесь об этом дереве и повествует нам далее о названиях рек и их, так сказать, разделения, и о том, что от реки, напаяющей рай, отделившиеся, другие образовавшиеся четыре начала, разграничили таким образом страны земные. Может быть, любящий говорит от своей мудрости и здесь не допускает ни того, что реки действительно реки, ни того, что воды точно воды, но внушает решающимся слушать их, чтобы они под именем рек и вод представляли нечто другое. Но мы, прошу, не станем внимать этим людям, заградим для них слух наш и будем верить Божественному Писанию. И следуя тому, что в нем сказано, будем стараться хранить в душах своих здравые догматы, а вместе с тем и вести правильную жизнь, чтобы и жизнь свидетельствовала о догматах, и догматы сообщали жизни твердость, как в том случае, если мы, содержа правые догматы, станем жить небрежно, не будет нам пользы. Так и тогда, когда же я хорошо будем не родить о правых догматах, не можем ничего приобреть для своего спасения. Если хотим мы избавиться и гиены, и получить царство, то должны украшаться тем и другим, и правотою догматов, и строгостью жизни. В самом деле, что пользу, скажи мне, если дерево и поднялось высоко, и покрылось листьями, но плода не приносит, так и христианину не принесут никакой пользы правые догматы, если он не брежет о своей жизни. Поэтому-то и Христос ублажил таких людей, блаженную, сотворившие и научившие. Учение делами гораздо убедительнее и достовернее, чем учение словами. Таковой молча и оставаясь невидимым, может учить одних тем, что смотрят на него, других тем, что слышат об нем, и велико будет иметь он благоволение от Бога, зато прославляя Господа не только сам по себе, но и через зирающих на него. Таковой тысячи языков и многими устами будет возносить благодарение и песнопение Богу всяческих, потому что не только близкие к нему и свидетели его жизни будут дивиться ему и его Господу, но и не знающие его лично, а только слышавшие об нем от других и живущие весьма далеко не только друзья, но и враги будут чтить высокую его добродетель. Сила добродетели в том, что она и врагам своим заграждает уста и обуздывает язык, и как слабая глазами не отмеливается взглянуть на солнечные лучи, так и порог никогда не может воззреть на добродетель, но удалится, предастся бегству и признает себя побежденным. Убедившись в этом, будем следовать добродетели, правильно устроять свою жизнь и воздерживаться от грехов, как в словах, так и в делах, хотя бы они казались малыми и незначительными. Если будем воздерживаться от малых грехов, то никогда уже не впадем в большее, а с течением времени при помощи небесной достигнем и высшие добродетели, избегнем будущего мучения и получим вечное благо по благодати человеколюбия Господа нашего Иисуса Христа, с которым отсутствует Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресне и во веки веков. Аминь.